Всем привет, с вами снова Илья, это обзор прогноз криптовалютного рынка на сегодня, на 15 сентября. Ну что же, давайте немного взглянем на рынок, что у нас произошло за последние несколько дней. Биткоин доминация 56,8%, это чуть больше, чем было у нас на моменте предыдущего обзора. Биткоин вырвался из своего бокового диапазона, сейчас торгуется по 10750 примерно. Что же касается альткоинов, эфир немного слабенько выглядит относительно биткоина, по крайней мере. То же самое можно сказать и о многих других монетах. Binance Coin после того, как перебил свой ценовой максимум, по крайней мере локальный, он также сейчас находится в откате. Ну и по каким-то другим монетам здесь ситуация в принципе такая же нейтральная. Нео вроде как растет на 8%, но на самом деле он еще не достиг тех отметок, на которых торговался несколькими неделями ранее. Ну что же, давайте посмотрим уже на конкретные монеты, будем начинать по традиции с биткоина по отношению к USDT, что у нас происходит здесь. Вчера уже в телеграм-канале я постарался кратко изложить ситуацию, которая сейчас происходит. Также обращал ваше внимание и на очень сильный уровень корреляции с индексом NASDAQ, ну и вообще со всеми в принципе рисковыми активами, к которым биткоин так или иначе также соотносится. Но об этом чуть позже. Итак, значит что у нас здесь? Все же здесь была моя ошибка, когда я предполагал, что вот этого сквиза будет для лонгистов недостаточно. И скорее всего мы пойдем на какой-то новый локальный минимум, небольшой, чтобы его перебить, чтобы здесь все-таки стопы собрать. Но если вы посмотрите вот на этот вот сквиз по некоторым другим биржам, вы увидите, что все-таки за вот эти вот уровни там 9850-9900 мы уходили. И это говорит о том, что действительно стоп-лоссы были выставлены очень близко и даже такого небольшого сквиза было достаточно, чтобы большую часть из них собрать. Поэтому сейчас я исхожу из того, что мы идем на второй этап, точнее уже на третий этап моего там самого давнишнего прогноза, который здесь был. Мы идем уже на глобальное вытеснение шорт-позиции. То есть я напоминаю, что в общем и целом прогноз строился следующим образом. Здесь падение, далее такая консолидация, далее выбывание вниз, далее выбывание наверх и после этого уже дальнейшее движение вниз. То есть вот это вот все движение глобально, оно связано именно со сквизом, с шорт-сквизом. Почему оно такое как бы довольно большое, довольно размеренное, я уже объяснял. Потому что шорт-позиции здесь открывались также как бы не точечно в каких-то позициях. Они открывались вследствие всего вот этого движения. И поэтому и стоп-лоссы таких шорт-позиций и ликвидации таких шорт-позиций, они очень сильно размыты. Поэтому здесь я сохраняю все-таки в силе свое предположение, что мы идем вот примерно вот в этот вот диапазон. Где-то 11000-1200, но естественно сопряженные с определенными откатами вниз. Ну это я думаю и так понятно, потому что никакое движение, как правило, у нас безоткатно не проходит. И по мере вот этого движения у нас будут какие-то откаты вниз. Теперь, значит откуда это движение у нас началось? У нас был вот такой вот уровень поддержки промежуточный 10218 вот здесь. Мы видим, что крупный игрок этот уровень поддерживал. И после этого вот это вот движение восходящее началось. О чем нам это говорит? Это говорит нам о том, что скорее всего стоп-лоссы, которые вероятно и возможно лонг-позиции, которые здесь остались, стоп-лоссы по таким позициям чаще всего будут перемещаться вот сюда. Вот на эту вот красную зону, которую я вам отметил. То есть ниже 10220 примерно вот в этот диапазон. Поэтому даже фактически резкое движение вниз, оно не будет означать вот такую вот отмену вот этого вот сценария. Потому что просто здесь уже довольно большое количество стоп-лоссов есть. Также мне кажется, что есть определенное количество стоп-лоссов за вот этим вот уровнем, за 10582. Потому что это у нас довольно сильный уровень, я бы не назвал его верхней границей консолидации, но это довольно сильный уровень сопротивления был, который сейчас выступает определенным уровнем поддержки. И в принципе лонг-позиции, которые возможно здесь или усиливались, или донабирались, они, или набирались просто, они находятся стоп-лоссы таких позиций вот в этой вот уже красной зоне. Поэтому я как бы обозначил зоны вероятных каких-то откатов цены. Это такой довольно пессимистичный сценарий, но тем не менее до сих пор довольно вероятный. Просто потому что здесь очень сильный уровень. И уровень такой, там ровный. Он не связан, не был связан с какими-то до этого выбриваниями покупателей. Поэтому тут стоп-лоссы, мне кажется, все-таки есть. Ну и также в телеграм-канале я вам отписывал вероятные уровни остановки цены. Вот мы практически доллар в доллар дошли до 10843. Вот здесь. Но я думаю, что сейчас-то мы его, конечно, перебьем. И далее у нас сильные уровни, это уже как раз-таки те, где какие-то целевые отметки вот этого вот шортсквиза есть. Они находятся, ну, 11100-1200, на мой взгляд. Вот. Ну и я хотел также показать, где уже видел что-то подобное. Вот. Смотрите, выход из этой зоны консолидации, он был сопряжен, опять же, вот видите. Видите, примерно похожая структура по структуре зоны консолидации, тоже со строгим практически стопом, с небольшим выбриванием. После этого мы из этой зоны вышли. Видите, такое вот движение вниз за вот этот вот уровень сопротивления, который после этого стал поддержкой. И после этого уже там дальнейшее движение наверх. Ну и сама структура движения, на мой взгляд, очень сильно напоминает вот эту. То есть, смотрите. Здесь тоже была такая глобальная очень зона накопления. Возможно, вы ее помните, это июнь-сентябрь 2019 года. После этого также был резкий обвал, для многих довольно неожиданный. И мы здесь также поймали вот это вот боковое движение, тоже выбили вниз, далее выбили наверх. И после этого продолжили движение уже нисходящее. То есть, примерно похожие структуры движения я вот как бы ожидал и до сих пор ожидаем. Вроде как все касательно биткоина. И далее идем на эфир. Эфир вообще сегодня, честно говоря, не планировал включать. Эфир потерял довольно большое количество волатильности сейчас по сравнению с биткоином, по сравнению с большим количеством альтов. Он после того, как собрал вот эти вот стоп-лоссы, вышел в такой условный боковой диапазон, там 360-380 с одним ложным выходом. Я думаю, что какая-то поддержка для эфира, безусловно, есть со стороны биткоина, да и в какой-то такой среднесрочной перспективе тоже. Ну и поэтому я бы значил вот такие вот два промежуточных уровня. Я не думаю, что значительно эфиру удастся их перебить. Это уровень 400 и 417. Я бы сказал, что вообще какая-то у него есть такое сильное сопротивление на 400-401, с которым явно будет взаимодействие. И если биткоин не уйдет значительно выше 11200, то эфиру вряд ли удастся этот уровень перебить. Сейчас пока что вот эфир растет довольно органично. Вы видите, что у него и такая условная линия поддержки здесь также есть с линией сопротивления. То есть в таком он в Канаде держится. Но, как мы все знаем, суть канала заключается в том, что как только он стал виден, как правило, все стоп-лоссы за пределами этого канала здесь выбивают. Следующее это Binance Coin. Мой любимый. Все-таки он вырос до тех отметок, которые я вам озвучивал, но без меня. Итак, здесь он достиг отметки по отношению к биткоину где-то 30 655. Вот этот вот уровень. Он его незначительно перебил и сейчас откатился. Я думаю, что вот этот уровень и выше этого уровня 26 500 ему тоже будет сложно удержаться. Я бы так вот даже чуть пониже выставил. Наверное, 26 100 примерно. Выше этого уровня ему будет сложно удержаться. Просто потому, что вот это вот движение, которое пошло, оно было практически безоткатное. И вообще, каждый раз, когда мы видим уже какое-то начало какой-то коррекции по Binance Coin, мы видим, как правило, что это приводит уже к какому-то развороту. Поэтому тут движение достаточно было сильное, но оно было быстрое. Поэтому я думаю, что ждет по Binance Coin, но по отношению к BTC, по крайней мере, чуть более существенный откат. Плюсом ко всему, что здесь уже такие две условные вершины с отбиванием стоп-лоссов формировались. Возможно, это будет и какой-то боковой диапазон вот такой после этого снижения. Или реже это будет уже сразу снижение, там 22 500. Это напоминаю, что такая есть вероятность. Вроде как все по основным монетам. Ну и с индексом Nasdaq, также свое наблюдение, наверное, здесь озвучу. Старался я поторговать вот эту вот корреляцию. И могу рассказать интересную историю относительно. Что прежде всего корреляция прослеживается. Корреляция прослеживается в том числе и на очень малых таймфреймах. Такие как 1 минута, 5 минут и так далее. И второй вывод, который я сделал, когда пытался торговать вот эту корреляцию. Могу сказать, что Nasdaq идет раньше. То есть это означает, что в принципе можно попробовать поторговать какие-то небольшие краткосрочные сделки. Видя изначально сильное движение или умеренное движение на индексе Nasdaq. И после этого вероятнее всего биткоин также такое движение подобное отыграет. Вы можете посмотреть по истории графика. Желательно брать совсем небольшие таймфреймы. И вы также обратите внимание, что такая корреляция не просто прослеживается. Но и Nasdaq еще и опережающими темпами ее формирует. Вот, поэтому довольно интересно. Я постараюсь торговать еще и посмотрю, что будет дальше. Пока что, как бы, только то, что видел. Там буквально пару сессий. Я таких проторговал. И это было, в общем, по-моему, в пятницу и четверг прошлое. Сейчас пока что дальше под наблюдением. Вот такая ситуация сейчас по криптовалютному рынку. Я напоминаю вам, что этот рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируйте в то, что вы не готовы потерять. Также всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения. А свое торговое решение принимайте самостоятельно. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Пока.